Милые мои москвичи старшего поколения, мамы и папы, дедушки и бабушки, мое сегодняшнее обращение в первую очередь к вам. Я думаю, что оно может вам не понравиться и даже вызвать внутренний протест. Но, прошу поверить, оно продиктовано искренней заботой о вас. Вы очень дороги нам. По периметру наших границ бушует пандемия новой коронавирусной инфекции. В России ситуация более или менее спокойная. Но мало того, что наш город Москва в самой большой стране и Европе, он еще находится на перекрестке всех дорог. И если, несмотря на все принимаемые меры, эта беда придет и к нам, мы должны быть максимально готовы. Природа коронавируса такова, что в первую очередь он представляет угрозу для жизни и здоровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями. С низким иммунитетом. Поэтому нашей главной задачей является защитить вас, москвичей старшего поколения. Как это сделать? Идеальных решений нет. И быть не может. Но очевидны два направления. Первое. Ограничить контакты с другими людьми. Второе. Медицинское наблюдение и своевременная помощь. Я уже настоятельно рекомендовал вам не выходить без особой нужды из дома. А если позволяет условие уехать на дачу. Многие так и сделали. Многие соблюдают эти рекомендации. И большое вам спасибо за это ответственное решение. Но многие не соблюдают. И это большой риск. Поэтому, на мой взгляд, для вас, для вашего здоровья, необходимо принять следующее решение. С 26 марта до 14 апреля 2020 года москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания, а также перенесшие инфаркт или соль, обязаны, обязаны соблюдать домашний режим. Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу. Исключение только для руководителей и сотрудников, чьё нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений, органов государственной власти. Конечно, также для работников здравоохранения. Они должны быть на своем посту. К ним домашний режим может не применяться. Остальных пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск, или отправить на больничный. Чтобы получить больничный лист, следует позвонить по данному телефону. И его доставят на дом. Также прошу пожилых и хронически больных людей не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. Если есть возможность, самое лучшее, конечно, поехать на дачу. Тем более погода в ближайшие дни обещает быть теплой. Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей. Из них 2 тысячи будут выплачены авансом, еще 2 тысячи после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения. Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме. Временно отменяется и взымание пений штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем можно звонить по следующему телефону. На помощь придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать доставку на дом лекарств по бесплатным и льготным рецептам из аптечных пунктов поликлиника. Отдельная просьба к более молодому поколению. Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей. Насколько возможно, воздержитесь в эти дни от личного общения с вашими родителями, бабушками, дедушками и вообще пожилыми людьми. Тем самым вы, может, поможете уберечь их от этой напасти. А контакты лучше поддерживать по телефону или через интернет. Хочу также проинформировать о двух решениях, касающихся семей с детьми. В связи с временным закрытием учебных заведений школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. Выдача наборов будет осуществляться через школы. Тем самым мы поддержим семьи с небольшими доходами. В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с пятого класса. Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу. Еще раз повторю, если даже для самых молодых людей это не так опасно, то, получив порцию вируса, они могут наградить им своих родителей, бабушек и дедушек. Транспортное приложение социальной карты москвича у школьников будет временно заблокировано, но уплаченные за проезд деньги перенесены на более поздний срок, чтобы они не пропали. Друзья, борьба с распространением коронавирусной инфекции очень сложная, длительная, но это наша общая борьба. Власть и горожане могут справиться только вместе, только совместными усилиями. Хочу обратиться к москвичам с просьбой. Проявите внимание к людям старшего поколения. Если это ваши близкие, помогите им пережить сложный период. Если это ваши соседи и знакомые, просто поинтересуйтесь, что им нужно, и окажите посильную помощь. А иногда и добрые слова поддержки дорогого стоят. Наши бабушки и дедушки ни в коем случае не должны чувствовать себя забытыми. Это очень и очень важно. Надеюсь, что объявленные сегодня меры противодействия новой коронавирусной инфекции будут восприняты с пониманием. В складывающейся ситуации я считаю, они абсолютно необходимы. Спасибо, дорогие москвичи. Субтитры создавал DimaTorzok